Так, еще снова здравствуйте. Второй разбор такой же карты, только это карта моего друга, с которым мы знакомы с юности, можно сказать. Он тоже родился 2 декабря 1981 года. Начнем с того, что это мужчина. Вот двойка, про которую я говорила у Бритни, у него проявлена в полном плюсе. То есть как это проявляется вообще, энергия двойки. Если мы приходим в одну компанию, и он, например, пришел даже не на день раньше, а на полдня. Вот я прихожу, например, я никого не знаю, я могу просто подойти у него и спросить, а кто эти люди? Он мне расскажет информацию про каждого из них, хотя он их видит всего несколько часов. Кто кому Вася, кто с кем женат, кто откуда приехал, у кого какие интересы. Причем это как бы не вариант сплетен, а он просто знает все обо всех. И смотрит, что к концу дня он уже со всеми друзья, братья готовы принять его в гости. То есть у него такая замечательная способность была всегда. Вот это плюсы двойки. Как он реализовал свои двенашки? К сожалению, он пока не добился такой известности и богатства, как Бритни Спирс, но я в него верю. Но сейчас он работает поваром, то есть он приносит пользу людям, это приносит ему удовольствие. Это очень хорошее применение двенашки. То есть он не забывает о себе, он служит людям, не прислуживает, а именно служит, получает за это деньги. И двенашки реализованы очень гармонично. С отцом, насколько я знаю, у него отношения были вполне себе нормальные. Я была даже с ним, в общем-то, знакома. И что мы можем наблюдать у него в зоне отношений? То есть те же 1866, но я бы не сказала, что у него были проблемы с долюбленностью себя. Он вполне себе гармоничный человек. И, кстати, девятнашка, которая у Бритни дает постоянную депрессию. То есть вот в случае моего друга он очень веселый, очень жизнерадостный, организовывает праздники, тусовки. То есть у него это тоже отыграно в плюсе. По 22 энергии, о которой я говорила, да, по молодости это был очень такой компанейский, клубный. Как бы вот 22 энергия проигрывалась не в минусе, не в плюсе, а, наверное, в гиперплюсе. То есть он был очень открытый, очень любил тусовки, очень любил всякие разные мероприятия. Но сейчас с годами эта энергия, я думаю, вышла просто в обычный плюс, неплохой. То есть открытость взглядов осталась, открытость к общению осталась, но это пришло в какие-то такие рамки уже с выставленным возрастом. И вот самое интересное, по четверке, которая стоит в отношениях. А вот тут все замечательно. То есть поскольку с отцом никаких конфликтов не было, перегибов не было, деспотизма не было, то я могу сказать, что вот сейчас в отношениях он в паре с человеком, который занимает позицию хорошей, правильной четверки. То есть у него хорошая профессия, он именно состоявшийся человек, правильная четверка. И что очень интересно для меня, у него день рождения 4-го на 1-го, если не ошибаюсь. То есть вот мы видим ту самую четверку, которую я реализовала в социуме очень хорошо, подтянулась по плюсу отношения к той четверке, которая стоит под сердечком, и в итоге давала очень хорошую пару. Я надеюсь, что в дальнейшем все будет просто прекрасно. Да, к сожалению, мы не видим таких финансовых результатов, как у Бритни, но я думаю, что все еще будет.